Небольшое тело совершает вращение по окружности с постоянной помодной скоростью. Вокруг оси соподачивает главную оптическую ось, собирающую линзы. Расстояние от тела до линзы постоянно равно 15 см. Фокусное расстояние линзы 10 см. С какой скоростью движется изображение этого тела? Ну что ж, тут можно сказать. Берем, рисуем, делаем чертежик. Вот у нас некоторая оптическая ось. Сейчас нарисуем линзу. Вот линза у нас будет. Такая линза, собирающая. Следующий шаг, который надо, необходимо понять. Как вот это небольшое наше тело совершает вращение по окружности с постоянной скоростью по модулю. Ну что ж, изобразим тело. Вот оно здесь. Вокруг оси соподачивает главную оптическую ось. Ну то есть оно как-то вот так вот крутится у нас, да, получается. Расстояние от тела до линзы постоянное и равно 15 см. Вот это хорошо. То есть у нас, я вот изобразил, но в целом, наверное, не очень понятно. Но, в общем, смотрите, что у нас происходит. В общем, у нас вот как-то так оно, вот как-то так, крути-крути. Но я просто оставлю так пока. В общем, отмечу точку и нарисую некоторую стрелочку. Она будет нам характеризовать некоторое изображение предмета, да, которое мы привыкли видеть. Потому что всегда надо стараться, задачу довести до того, в момент, когда нам уже будет понятно, что делать дальше. Поэтому какая-то точка, которая вращается, еще непонятно. А если мы какую-нибудь стрелочку нарисуем, а потом нарисуем здесь, то, я думаю, мы придем к известной всей задаче о собирающей линзе, которая нам всем ясна. Для того, чтобы построить изображение в этой точке, надо допустить два луча. Один будет проходить через центр и не будет испытывать никакого преломления. Второй будет проходить через линзы и будет через фокусное состояние проходить. В общем, два луча построили. Вот у нас вот. Опять-таки, изображение. Изображение также будет перемещаться, поскольку у нас какие-то кривые кружки получаются. Господи, не быть мне художником. Вот. О, как ты, господи, вот. Ну ладно. Случай-то не то. Ну, в общем, ладно. Получается, вот, в общем, изображение. Также стрелочку нарисуем. Эти стрелочки носят, кроме всего, некоторые практические смыслы для нас. Они характеризуют радиус окружности, в котором у нас происходит вращение. Здесь у нас будет R2. Здесь мы обозначим, вот здесь вот это у нас будет R1. Надо потом еще что-то выгревать. Вот такая задача. Кроме всего прочего, у нас задано расстояние от силы до линзы постоянно равно 15 сантиметров. Так и напишем 15 сантиметров. Это у нас будет A. Вот еще у нас есть B. B у нас... Нет, B у нас не задано. Но я просто его отметил. У нас также еще есть фокусное расстояние 10 сантиметров. Вот это у нас будет фокусное расстояние. Фокусное расстояние будет расстояние 10 сантиметров. Вот и все. Вот такая ситуация. И решать задачу это я предлагаю вам. И у нас скорость вращения этого тела будет у 0,1 метра в секунду. А требуется найти скорость движения изображения. То есть вы надо знать. Ну и что ж, приступим к задаче. И сначала воспользуюсь тем фактом, что период обращения по этой окружности и по вот этой окружности у двух тел будет одинаковый. Та, с чего можно задачу вот так вот нарисовать. Оранжевая. Будет у нас так вот. Синенькая как-нибудь вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это я вот так буду видеть их вращение по окружности. Там вот эта ось там по центру везде. Это оптическая, да? В общем, в первом случае период обращения Т первого тела будет равняться периоду обращения второго тела. Все это будет равняться 2πR1 на У. Это будет равняться 2πR2 на В. Туда следует, что В будет равняться у Р2 на Р1. Вот. Ну, то есть 2π, 2π сокращается. Период обращения одинаковый. В у нас, соответственно, вот так будет уражаться через Р2 и Р1. Теперь наша основная задача найти эти Р2 и Р1. Как их можно искать? Они же значимы не заданы, но вот я думаю. У нас здесь есть два треугольника. Даже красного постараюсь выделить красное. Вот. Или, может, более жирно. Вот этот треугольник. Ну, меня понимаете, я думаю. И вот это. Они подобны. По причине того, что их углы везде, вот этот угол у нас 90 градусов, тоже 90. Этот угол у нас равный, да? Кроме всего прочего, поскольку это у нас она прямая, да, то можно писать еще и прочее. И как относится расстояние. То есть, Р2 будет относиться к Р1. Р2 будет относиться к Р1 так же, как вот это будет относиться к этому. И так же, как вот это расстояние вот Б относится к А. Что мы здесь и пишем. Вот. Ну и хватит. Теперь нам надо понять, как написать соотношение для БА. Но у нас есть фокусное расстояние и связь с фокусным расстоянием С, непосредственно состоянием изображения и самого предмета. Изображение, которое мы строим. Ну, вот мы и пишем здесь. Единица на Ф. Единица на Ф. Теперь наша основная задача, цель нашей жизни на данный момент это выразить вот это отношение А и Б. Б, Б, К. Ну, мы это так и делаем. Кроме всего прочего, у нас из этого всего известно расстояние А и фокусное расстояние. Значит, надо носить Б. То есть, вот здесь, чтобы носить это соотношение, нам надо всего лишь выразить просто Б через фокусное расстояние и А. Ну, что мы проделаем? Единица на Б будет равняться единице на фокусное расстояние минус единица на А. Вот. Б будет у нас равняться единица, деленная на А минус Ф Ф на А. Правильно я написал? Правильно. Поэтому берем, записываем здесь вот, что это все у нас будет равняться Ф на А минус Ф. Тело следует, что В будет у нас равняться У на Ф на А минус Ф. 0,1 метр в секунду. Ф это у нас 10 сантиметров. А минус Ф это у нас 5 сантиметров. Сокращаем. Получается, у нас 2 метра в секунду. Теперь сразу скажу, что скорость у нас получается больше. Ну и, значит, и разница больше. Что и естественно. Значит, я правильно понимал, когда встроил. То есть, что ли синий круг больше, чем на разницу. Это так и занавес. Вот и все. По сути, превращения просто воспользовались определяем скорости для движения по крошке и фокусным для собирающегося. Вот и все. Спасибо за внимание.